Вы вообще видите, сколько я готовилась? Здесь просто 500 страниц, потом я решила, что писать долго, решила печатать, и то здесь не вся еще информация. Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня я снимаю достаточно серьезное и, честно признаюсь, сложное видео. Я снимаю его не только для вас, но и для себя, потому что я недавно словила себя на мысли, что несмотря на то, что у меня в косметичке, у меня в ванной стоит очень много тюбиков, очень много разных кремиков, я действительно во многом не разбираюсь, а я советую вам тот или иной продукт, хочу все-таки обладать абсолютно всей информацией, поэтому сегодня мы поговорим о парабенах, о сульфатах, о том, чего вообще не должно быть в кремах и косметических средствах, поэтому давайте не тянуть и поехали! Кстати говоря, это видео мы подготовили совместно с Мейкап, это самый крупный интернет-магазин косметики и парфюмерии, и мы с ребятами подготовили для вас очень крутой подарок, так что смотрите до конца, условия простые, призы крутые, все, давайте переходить к теме. И для начала я решила проверить три крема для кожи вокруг глаз. Первый из них самый дешевый, это крем от Люмине, второй крем стоит около 40 долларов, это крем от Клиник, и третий крем супер дорогой, я сама себе такие никогда не покупаю, но мне помогли ребята с Мейкап, это линейка Диор Престиж, он даже выглядит по-другому, посмотрите, здесь есть специальный такой вот ролик металлический для массажа кожи вокруг глаз. Сразу скажу, по ощущениям, по текстурам, все продукты мне понравились, само собой, дольше всего я тестировала крем от Диор. Первое отличие, которое бросается в глаза, это то, что в креме Диор и Люмине на первом месте стоит вода, а в креме Клиник цикла, я просто не уговорю, циклопентасилоксан, съели. Это такой себе силикон, и вопреки расхожему мнению о том, что силиконы вредны, большинство косметологов, а я честно вам скажу, перелопатила немало литературы, немало сайтов, всевозможных статей, большинство из косметологов все-таки сходится на мнении, что силиконы нейтральны, силиконы инертны. Единственная проблема с силиконами – это аллергия. Если у вас нет этой аллергии, то, в принципе, вы можете не беспокоиться. Хотя я вот, например, у меня есть одна подруга, Катя Гайдут. Катя, привет! Если ты смотришь это видео, я надеюсь, ты его смотришь. А вот у нее, например, на косметику Клиник аллергия, и, скорее всего, это из-за силиконов. Кстати говоря, в креме от Диор тоже есть силикон, но он называется Димитикон, и производители его любят за способность хорошо распределять все компоненты крема по коже, по поверхности кожи, также за то, что он создает такой себе барьер, и за его способность заполнять мелкие морщинки. Вообще, честно вам скажу, у меня впервые такой дорогой крем, и я не скажу, что я прям в шоке, или я прям увидела, что у меня там что-то разгладилось, или синяки под глазами пропали, но, в общем и целом, приятно пользоваться таким кремом, хотя бы просто брать его в руки. Заканчивая историю о силиконах, их очень легко найти в составе, я вам показываю, в принципе, все их вариации. В общем и целом, вы, я думаю, сможете их найти. В креме от Lumine, который из всех образцов является самым дешевым, я тоже, в принципе, не нашла никаких страшных компонентов, и даже цитиориловый спирт меня никак не смущает, хотя многие так боятся спирта в составе, не зная, что спирты бывают разные. Одни действительно вредны, и я сейчас их вам показываю на экране. Если вы найдете их в продукте, то в особенности обладательницам сухой и чувствительной кожи лучше не брать этот продукт. Кстати говоря, в огуречном тонике от Dr. Santa, о котором вы мне писали в комментариях, и в глиняной маске от Organic Shop, я нашла бензиловый спирт. Как раз-таки он не очень хорошо влияет на кожу, действительно очень агрессивный, поэтому если у вас чувствительная или сухая кожа, старайтесь не брать. Что касается безопасных спиртов, то зачастую они используются даже как увлажнитель, как дезинфектор в каких-то правильных пропорциях. Обладательницам жирной кожи иногда даже рекомендуют продукты со спиртом. Единственное, их советуют использовать не каждый день, потому что по сути сам спирт, он не избавляет от себума. Себум – это лишний жир на коже. Также очень популярный ингредиент в составе продуктов, и в том числе в кремах, о которых я говорю, – это глицерин. Он есть не во всех образцах, я чувствую себя научным научпопом, это так называется. Вот, он есть не во всех, но точно есть в креме от Christian Dior. Глицерин, он ни в коем случае не должен вас смущать, он, грубо говоря, действует так, он притягивает из воздуха влагу в кожу. Все. В общем и целом, как понять, почему один крем стоит 160 долларов, а второй крем стоит 5 долларов? Для того, чтобы понять, нужно заглянуть не в начало состава, а, к сожалению или, к счастью, в конец, потому что как раз-таки в конце состава указаны все вот эти ценные ингредиенты, например, такие как экстракт гренвальской розы, как в креме Dior, очень часто экстракт какой-нибудь черной икры или, не знаю, какие-то частицы золота. И, само собой, не стоит забывать, что в цену закладываются затраты по продвижению, логистические затраты, это я вам сейчас говорю как маркетолог просто, упаковка, разработка формулы, которая, конечно, не сравнится, да, в бренде люксовом и в бренде Lumine, потому что зачастую какие-то нововведения, они сначала появляются в люксе, и потом уже масс-маркет бренды, они пытаются вывести это все в среднюю ценовую категорию, так это и работает, давайте переходить к следующему средству. Очень многие просили проверить вот эту мицеллярку от Garnier, я сама ей очень часто пользуюсь, это я купила сейчас новый себе тюбик. Честно вам скажу, состав этого продукта меня порадовал, хотя во многих обзорах на этот продукт многие указывают три компонента, которые можно поставить под сомнение. Первый это гексиленгликоль, это такой спирт, и как я уже говорила ранее, когда мы говорили о спиртах, он не входит в группу небезопасных спиртов, но в любом случае, если у вас чувствительная или сухая кожа, то вам лучше, как демакияж, использовать не мицеллярную воду, а использовать гидрогелевое масло, например, или вообще смывающие средства с маслами в составе. Второй подозрительный компонент это полоксомер 184, но опять же, многие говорят о его токсичности, но он пришел к нам из фармацевтики. Он используется в глазных каплях, и наверняка вы знаете искусственные слезу, в разных брендах есть, вот там он есть. Также он как наполнитель в различных таблетках используется, также он используется во всевозможных эмульсиях и кремах, которые вы можете купить в аптеке. В общем и целом, он не слишком опасен, и по сути, это один из самых щадящих павов. И третий компонент, о котором многие упоминали, радисодиум этто. Это такой сильный консервант, и он может быть токсичен только в тех случаях, когда его пропорция в продукте не соблюдена. Но если честно, я сомневаюсь, что гарнир, когда разрабатывали формулу этой водички, они вывели ее так, чтобы этого компонента было там настолько много, чтобы он стал токсичным. Кстати говоря, здесь же будет уместно поговорить о том, стоит ли смывать мицеллярную воду или нет. В принципе, многие говорят, что стоит, потому что в практически любой мицеллярной воде есть павы, это такие поверхностно-активные вещества, то есть те, которые отвечают за очищение, и они зачастую есть там в туалетном утенке, как бы это страшно ни звучало, в перри и так далее. Вот эти павы, которые находятся в мицеллярной воде, они образуют такие своеобразные мицеллы, молекулы, которые собирают всю пыль, все загрязнения, остатки макияжа, жир, и проблема в том, что это все остается у вас на лице. Конечно, что-то оседает на спонже, но спонж все не забирает. Именно поэтому многие косметологи советуют умываться для того, чтобы вот эти мицеллы с собранным загрязнением убрать наверняка с поверхности вашей кожи. Чаще всего под моим постом в Инстаграм встречалась просьба проверить крем «Идеальная кожа» чистой линии. Это крем «Актив против прыщей», и я его проверила. Компонентов, которые больше всего в этом креме, это вода и два силикона, о которых я уже говорила, это циклопентасилоксан и диметикон. Блин, чувствую себя просто вообще врачом каким-то. Далее идет алкилбензонат, и он тоже совсем не токсичный, он используется как антимикробное средство, как смягчитель и увлажнитель. Глицерин – это не страшный спирт. Цинковая соль в составе этого крема – это как раз-таки тот самый активный компонент, который борется с прыщами. Он влияет на гормон... Это натуральные ингредиенты, он влияет на гормональный фон, снижая выработку сальных желез и, собственно говоря, себума на вашей коже. Единственное, что действительно можно поставить под сомнение в составе этого крема – это парабены. Ну, помимо ПАФа, о которых мы уже поговорили. Парабены – это такой сильный консервант и хороший, в принципе, недорогой способ продлить жизнь косметическому средству. Но проблема заключается в том, что в 18 из 20 случаев у женщин, которые болели раком груди, нашли превышение нормы парабенов в организме. Конечно, ученые еще не доказали прямую связь между парабенами и раком у женщин, но в любом случае ученые доказали способность парабенов имитировать эстроген, который как раз таки популярен своим влиянием на появление рака. В принципе, все те продукты, которые вы просили меня проверить, они по составу не сильно отличаются. Конечно, отличаются какие-то активные компоненты, в каких-то есть гиалуроновая кислота, в каких-то антиоксиданты и витамины А, Е, С, масло виноградных косточек, как здесь. Напоследок, хотелось бы еще немножко остановиться на сульфатах. Сульфаты используют в 40-х годах, и по сути это компонент, который используют в качестве очищающего средства и пенящего средства. Самые популярные из сульфатов – это лаурилсульфат и лауретсульфат. И проблема в том, ну это не проблема, это факт, заключается в том, что они произведены на основе нефти. И в принципе, если у вас непритязательные волосы и непритязательная кожа лица, то ничего страшного нет. Конечно, средство стает более аллергенным, ну он может с большей вероятностью вызвать аллергию, но как бы если вы чувствуете себя нормально при использовании такого продукта, то ничего страшного нет. Главной проблемой является то, что смывая такие продукты с содержанием сульфатов водопровод, мы не очень-то заботимся об окружающей среде, потому что доказано, сульфаты плохо влияют на морских обитателей, на экологию в целом. И наконец-то мы подошли к конкурсу. Условия предельно простые, призы очень классные. Это три продукта для волос, это флюид для укладки, сыворотка для мягкости волос, а также специальная маска и два продукта от французского бренда Фитомер, это солнцезащитные крема, один для лица, один для тела и лица. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, подписаться на канал Мейкап, а также оставить в комментариях под этим видео свой инстаграм или почту, для того, чтобы мы могли с вами связаться. Ну а с вами была Маша Тимошенко. Я очень надеюсь, что это видео поможет вам покупать правильные, безопасные, качественные продукты для своего лица и не только. По крайней мере, я теперь точно вооружена и знаю, куда смотреть и что искать. Но я говорю вам, до скорой встречи. Пока. У меня болит горло, я пойду пить чай сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok